Я заслужил это задание! Я ждал его... Я не знаю, сколько я его ждал... Долго! Всё, пошли, я хочу уже узнать, что же это за задание такое. Просто я видел очень крутую картинку в достижениях к этому заданию. Я не знаю, почему так спойлерят, бешают такие крутые картинки. Видимо, что бы ты хотел его выполнять. Поэтому я очень хочу. Чёлки жужжат, пищи свистят на стеклей. И говорят они мне, что эти ублюдки уже не прячутся на задах разрушенных складов. Там пытаются лкать свои пушки. Говорят, им деньги нужны. Возможно, это как связано с их участием в союзе южа. Захвати склад, и мы нанесём им удар в самое больное место. Это всё, что ли? Реально, это всё, что ли? Это всё? Просто нанести удар по складу, угнать оружие. Украсть катер. Ну, блин, кстати, смотрите, угнать катер, а что? Ну, поменял местоположение? Чёрт тебя. Может быть, задание теперь рабочее? Надо будет потом проверить. Надо будет проверить, ребята. Надо будет зачекать. Кстати, я ездил по заданию для Вита, ну, для Альмы. Грузовик пригнать? Грузовика не было. Тоже вело на болото. Может быть, это, не знаю, это реально какой-то баг. То есть, почему раз я не могу пригнать грузовик, там мне написано, типа, максимум доходов, типа, захватить ещё район, чтобы у вас что-то получилось. Ну, вообще, зачем так делать? То есть, зачем, как бы, давать мне надежду на то, что там реально что-то есть? Давайте возьмём опять мою любимую машину и поехали на болото. Может, нам через задницу ехать, ну, вы понимаете, ребят, ну, такая задница. И чем быстрее мы до неё доедем, тем будет лучше. Хотя, нет, смейт, 1100, я думаю, что-то дальше. И она будет дальше ехать. Всё, поехали, ребят, по её заданиям. Кстати, некоторые топы я действительно прохожу без вас, ребята. Ну, как некоторые, где нужно просто грузовик перегнать уже в сотый, сто миллионный раз, потому что там реально очень интересно, просто тут не гонит грузовик, ни сюжетных рассказов каких-то героев, ничего, просто пригоняешь грузовик и тебе там дают какой-то апгрейд, типа, там, ну, которые даются при увеличении доходов вашего бизнеса. Красиво тут после дождя. А, тут, смотри. Видимо, невидимый барьер. А-а-а! А-а-а! Столк невидимый! Ха-а-а! Хорошо. Невидный столк. Иди нахуй! Извините. Не, пробил, потому что он наорал на меня. Платит, не пасить, никто не будет, чувак. Я просто у тебя бабло заберу. Вот, нифига себе, 900 долларов. Так что, полицию вызываешь, сука? Лежает. Мразь. Лежает. Деньги. Еще 300? Нифига себе, тут богато люди живут. У них, блин, тут золотые горы. Я просто в магазин зашел ограбить. Это не то, что... Так, ладно. Это уже интересно. Двойные гаражные двери. Для меня загадка. Зачем нужны здесь двойные гаражные двери? Ну, ладно. Раз они есть, значит, для чего-то они тут нужны. Посмотрите. Посмотрите. Детализация окружения. Вот есть... Не про графическую детализацию. Не про графику, конечно. А именно про то, как здесь все детализировано. То есть, заходишь в здание. В каждом здании все обставлено. Пусть и довольно похоже, но все равно. Взаимодействуешь с этим окружением. Там, бумажки какие-то летают. Это прикольно. Это действительно хорошо. То есть, ну, понимаете, могло быть хуже. Клопочка в гараже. Имеется искать. И ты можешь вот так вот выйти. Моя тачка там остановилась. Даже ломать дверь не пришлось. Я просто зашел через парадную. Давайте, все. Нам 200 метров осталось до дела. И подзаработаем. Прокачаем тачку. Там 20 тысяч надо лететь. Ой-ой-ой. Сейчас пальмы бремимся. А, не надо, не надо. Так, коммутатор внутри вроде налогово. Хорошо, где-то подъехать. Ну, все, машина не пригодится. Так, идем ломаем коммутатор вначале. Потому что это самое... Такое, знаете, что нам нужно. Зломали. Все, отлично, погнали. Меня беспокоит, что герзу в о4 на диске будет тяжело купить. Кстати, мне кажется, что из русских ютуберов никто так и не взялся за герзу в о4. Ты правильно сказал, или зачем? Мафия же, короче. Ладно, хватит обсуждать, кто за что взялся. Это как-то, не знаю. Точно стеричность. Я не знаю, как-то себе ставил апгрейды. Я-то думал, это все фигня. Смотрите, это не фигня. Вот так. Ну, сам на счет. Тут и есть. Раньше я и помыслить не мог о том, чтобы хедшот оставить с... Ребята с... С контроллера. Теперь для меня это норма. Реально, раньше я и подумать не мог, что я вот так вот стреляю с контроллера. Лежи. Отлично, пошли отсюда. Ну да, опять... Постойте, я точно осознал. Мы опять угоняем, и да, я теперь научился не ломать стекло, а угонять потихо. Я только что просто осознал, потому что это опять угон? То есть, серьезно? Это просто угон. Ладно, хорошо. Да и завиты были такие же задания. Тут прикол в том, что она потом расскажет, когда мы грузовик пригоним. Блин, завита хоть кат-сцена была. Не знаю, здесь как-то все очень бедо. Завиты вот к нему приходили на разговор, там хоть кат-сцену показывали, что типа, а-а, вот вид, он готовит, морковку нарезает. Хотя, черт, я там... Я эту сцену, напомню, из мира Сэша, где там Китая с морковкой тоже нарезала. Прикольно. Был прикольно. Слюс ухоженный губок. Ладно, каса... Что у тебя там? Давай. Ради чего был этот угон? Я ответил тебя снова, мой друг. Но это их серьезные дела творятся, и все, говоря вот этим пулушкам. Еще поговорить. Один из самых крупных покупателей уже наша родная полиция. У них в участке стоит тяжелый полицейский грузовик. Домер нагруженный. Армейским снаряжением. Из этих столов и брюки собираются палить по наху. Почему мы тебе не мешаться и не сделать очевидный шаг? Очевидный шаг. Ам... Купить оружие? Ладно, да, я понял. А, понял, что ты от меня хочешь, чтобы я... Угнал теперь полицейский фургон. Может, мне вот это выполнить заодно? Хотя нет, заодно не получится. Поехали. Поехали, черт тебя, дерью. Угнать полицейский фургон. Теперь я работаю... Теперь я работаю угонщиком. Преследую угонщика! Помните вот этот крик полицейских из мопинного... Мне вот так не хватает здесь. Ну, хоть на любом языке. Хоть на английском. Лишь бы было. Опять вызывают машину. Слава богу, это бесплатно. Блин, я уверен, что я уже заманал водителя. Я его столько раз и гонял машину. Ииии, пошли. Потому что полиция везде? Черт возьми, она так и есть. Чуваки, не надо. Вступление... Черт, хотя бы я могу их заблочить, чтобы суммарно было. Черт, иди сюда. А, да, отлично. Я хочу взломать просто этот терминал. Ребят, вы мне мешаете очень сильно. Я все понимаю, что вы тут охраняете и что-то еще, но... Что-то вообще ваш участок полицейский. Понимаете? Может, придется на время отвлечь... Отвлечься от... От обязанностей. А то я метку, кстати, потратил. Давайте... Эх! На самом деле, мне очень нравится РП. Я очень хотел бы в армии попробовать... Пар... 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 Господи. Говорить, что-то сейчас. Паролить, вот. Заняться ролплеем. То есть, знаете, когда ты паролям играешь. Типа ты там сталкер, или ты еще кто-то. Или типа ты солдат, или ты какой-то там эмигрант. И еще что-то. Вот тут... Это прикольно, мне кажется. И напаролить я давно очень хочу. Трутая полицейская тачка. Давайте угоним. Давайте займемся угоном. У меня, кстати, достижения за угон-то уже есть, по-моему. Полицейская машина. Блин, там не подобрал еще кое-что. Вообще, осталось, что у нас еще действует эта... Да, полицейский диспетчер пока блочит все вызовы. Самое одно, кстати... Не, не зря, не зря вы убили. Полиция хоть не будет палить. Потому что если, например, если нас полиция видит на машине, то да, они могут начать подозревать, что типа... А какого же хрена? Нужно помнить, куда ехать. Главное помнить, чтобы если что мы выехали. Сколько? Вроде все просто, да, по прямой. Пропустите срочный полицейский кортеж. У нас заключенные едят внутри. Невидимый, человек-невидимка. Фильм 80-х годов. Помните ли в 90-х? Человек-невидимка, я его обожаю. Я помню, я смотрел в детстве и вообще офигевал, типа. Он был такой крутой. Он был так круто снят. Нет, сейчас я его как-то пересматривал. Недавно он мне показался, ну, как бы... Немножечко дерьмовым и простеньким. Но в детстве это казалось мега-крутым. Фильм, человек-невидим. Все это... Вот эти кожи, которые с него слезало, там... Обгоре... То, что он обгорал, там... Я его сжечь, пытаюсь... Все было настолько круто. И все это выглядело как просто откровение такое, знаете, для меня тогда. Часто это не особо меня впечатляет. На самом деле, я до сих пор хожу все-таки в кино. И я впечатляюсь, впечатляюсь, потому что вижу, как получаю удовольствие. Может, подумаешь, что, типа, когда ты учился на кинематографиста, как бы, ты уже не так это все воспринимаешь. И тебя уже не особо беспокоит, там, кино. И когда ты идешь в кино, ты видишь... Оцениваешь уже, знаете, как когда ты ютубер, ты оцениваешь видосы с точки зрения их создателей. На самом деле, это не так. Я, оказывается, смотрю видео, я не оцениваю никак. Я просто смотрю, получаю удовольствие, не получаю. Или же на... И в кино то же самое. Не иду, как, скажем так, человек, который... Которого учили анализировать сценарий и так далее. Я иду просто как человек, который хочет получить определенный... Господи, здоровье! Фан. Водить не умеет в этом городе. Крут на офицеров, полиция. Все. Все, дальше сами разберетесь. Вернуться все. Вернуться к Ассанде? Отлично. Потому что... Господи, подавился, Лёнь. Что-нибудь еще раз скажет? Или сейчас опять скажет, отдай мне еще один район, тогда с тобой поговорю. Странно, что дала два задания. Мне кажется, что задания как бы так и так двигаются, мне зависит от того, как будто район отдай. Медленно. Люди снова чувствуют себя в безопасности в своих домах. Одно присутствие этих столов изменило жизнь в Холлору. Мне кажется, что... О, еще можно открыть. Ну да. Хотя, посмотри, что Беллес может сделать с этой территорией. Понятно. Не надо, если я не стану метать и круиз из одного задрипанного квартала. А, не, все уже. Любовь-морковь кончилась? Ну да, да, видишь, отдать район надо теперь. Не знаю, почему у меня баг какой-то здесь. Посмотрите, вот если я пытаюсь дальше убирать задание, у меня просто все с экрана пропадает. Я думаю, нужно... Да, и все ломается сразу. Я даже выйти толком не могу. Давайте катер украдем теперь. Поехали воровать катера. Может, я напомню, зачем мы сейчас вот это делаем все? Может, я напомню, ребят? Ну так, чтобы не было недомолвок. Так вот, мы это делаем, чтобы прокачаться, ребята, чтобы бизнесы, понимаете, у нас богаче были. То есть, тут есть два варианта. Или они обогащаются из захвата районов, или мы еще выполняем дом-задание. Но опять же, тут есть ограничения определенные. То есть, ты не можешь бесконечно доставать травку, например. Там в какой-то момент происходит, скажем так, конец. Но вот на самом деле, мне не нравится, что тут как-то доп-персонажи, честно говоря, немножко какие-то замятые получились. То есть, я вначале похвалил, сказал, что ок, молодцы. Не знаю, может, что тема с доп-персонажей будет развиваться. Типа альмы вот этого, скубы, из Гаити, этого беженца. То есть, это все крутые темы, которые начали развивать. Но что мне не понравилось... И да, тут на лобках есть разница. Все-таки оно есть на некоторых таких группах. Мне не понравилось, что тема быстро закрыли. То есть, оп, мы начали развивать ее. А где продолжение? Где как бы кат-сцены? Какой-то, не знаю, итог или какая-то их личная драма? То есть, да, мы о них узнали, но... Я понимаю, что они шестерки, по большому счету. Причем, самый нижний. Нижний возмина. Но... Для всего, как-то хотелось больше узнать. И о вот этом Гаитианце, у которого дочке голову сняли. И про Альму, и про ее секс. Всеми подряд, по-моему. Потому что, я постоянно как не зайду, про перепью, он рассказывает. И вот мне интересно, вот, продолжение всего этого дела. А пока что я даже... Нет, для него пока что лодку гоню. Это, по-моему, его задание. И мне интересно еще одно. А можно ли его когда-то закончить? Или же те самые бесконечные задания, которые... Блин, надо прорисовываться так стрёмно. Я не знаю, где мой патч первого дня. Я слышал, что его как бы все выставили. Я не знаю, или у меня уже скачано было с патчем первого дня. Или когда вообще был патч первого дня. Понимаете, он называется патчем первого дня. Частенько это, может быть, патчи, не знаю, там... Которые выходят дней за пять до релиза. Все, сделали. А, теперь нужно довести. Отлично, давайте мы справимся. Ха, заработал баблишко-то, наконец-то. На самом деле, я нашел, кажется, способ определять, реально ли нужно бизнесу что-то делать или не надо. Смотрите, как это работает. Я проверил все их вот эти, ну, видите, склады типа, значок склада. И здесь, видите, заработок не максимальный. То есть, значит, можно что-то сделать. У зеленых также можно проверять. Видите, у всех вот так смотришь склады. То есть, у них есть территория. Видите, здесь не максимум. То есть, значит, можно что-то погонять там, попробовать. Ну, ладно, здесь потом мы разберемся. И, значит, задания здесь, опять же, как-то криво работают. Посмотрите, я вот пытался выбрать то, что нужно. Здесь вообще ничего не открывается. Только вот это одно открылось и отображает все тоже ужасно просто криво. Я не знаю, может быть, это временное явление. Может, я это поломал теперь как-то каким-то образом задание. Ну, ладно, поедем опять за травой. Будем надеяться, что 4000 километров я пропашу, не зря. Там место новое, не центр карты. Так что я предполагаю, что, возможно, возможно, это будет добро, как бы. Ладно, на этот раз никаких невидимых лодок. Видимо, теория насчет, если в бизнесе, типа, есть еще место для развития по деньгам, значит, мы сможем сделать то, что мы сейчас сделали. Видимо, она работает. Ведь вот, правда, тут только два, хотя бы сколько-то больше будет, а тут вообще легко. Я думаю, просто уже настолько много народу убили, что в южной мафии людей нет, а не послали двух просто местных алканов за пиво, чтобы они все это дело делали. Я тут плавно из симулятора мафии перетек в симулятор набойщика. Уже столько гоняю эти грузовики, вы бы знали. Ладно, хорошо, но я пригнал грузовик, что дальше? Ну, хорошо, бизнес действительно вырос. Видите, получаем максимум доход, все, как я понимаю, нового. Да, все, больше ничего не будет. Видите, оружейник отдачи, смотря отдачи всему от достояния оружия. Так что, вот в этом и был смысл, ребят. В этом и был смысл, понимаете, отдачи, это все-таки такое. Набраться до дока, подавлять, вот, ну, смысла уже нет ехать до этого дока. Все, блин, тут не до конца все, блин, уже до конца. Все, ребят, все поломалось. Все, все вечно ломается. Как же поговорить с этим? Хулио Иглесиосом, или как его зовут, я забыл. По-моему, никак, по-моему, это все отменилось. По-моему, зеленым тоже надо что-то сделать с бизнесом, но... Давайте проверим, давайте проверим. Я не знаю, я игру хочу очень перезапустить, потому что мне кажется реально, что она машнит, моляюсь. Потому что машна, ребят, пошла конкретную игру. Видите, вот, тут даже переключиться не могу нормально. Ай, ладно, давайте поедем к заданию. Хотя нет, давайте вообще по-другому сейчас сделаем. Смотрите, есть карта еще. Крыша, так, здесь 50 тысяч есть. Значит, здесь, здесь не полностью. Видите, здесь 70 максимум, и здесь тоже вот. Я думаю, вот видите, здесь мы видим задание. Может попробовать все-таки самогон? Южная мафия охраняет партию самогона. Жалко, здесь нельзя проверить. Есть ли тут реально что-то такое интересное? Просто, понимаете, ехать-то сюда, это вот через все вот это такое. Это такое дело не очень приятное. Или вот можно сюда попробовать Вито помочь. Но с другой стороны нужно быть уверенным, что как бы, так, это Альма Диас. Нужно быть уверенным, что как бы у него есть свободная тут в бизнесе, скажем так, дырочка. Нет, у него полностью все забито. Я уверен, что ему я ничем не могу плачать. Ай, ладно, давайте тогда попробуем поехать вот сюда в пункт Эверден. Поговорить насчет Ира не просят. Насчет Ирки, которая ничего не просит от нас. Давайте. Эх, машину надо заказать. Заходим. Давай, что скажешь. Местные власти конвисковали все тачки, на которых катались же по руки и ублюдки мясника. Я хочу их разобрать и отправить часть моим дружкам в Ира. Посочись на стоянке, заводи машины и угони. Серьезно, это все, что ли? Я ради этого ехал, что мне сказал, что у меня машину угонял? Господи. Самое время сказать, что это реально... Реально такое GTA, и нам нужно три машины угонять. Отлично. А далеко ехать-то за этими машинами? Не на край света, надеюсь. Посмотрим, сейчас он должно появиться на карте. Куда? Куда едем мы? Что-то не видно, непонятно. Мне нужно саму их еще искать, эти тачки. И саму, кстати, слишком. Это выше моих возможностей. Что-то возьмем. Ой, господи. Ладно, поехали, ребят. Поехали. Там ничего не отображается в конце маршрута, но... Давайте рискнем и поедем. Кстати, вид из-за стекла заднего виды иногда бывает хороший. Просто там дальность прорисовки очень хворает. Ой, кто светит? Откуда свет такой? Это солнце, что ли? Поэтому я не люблю солнце. Едешь? Я ни хрена не вижу. Это вы видите что-нибудь? Я ничего не вижу, кроме машинок, которые обрезаются. Я не... Вот. Все. Все, наконец-то, проехали. Все, теперь видно. Теперь хоть как-то. Ладно, ребят. Вот, в полицейском участке, куда я приехал, все-таки стоит эта красная колымага, на которой мы мексиканцы увозили, короче. Сейчас будем уезжать. Я поставил блокиратор, так что меня не спалят, когда я буду гонять эту машину. Ого, смотри, она такая тугая. Хотя я нормально, она на месте очень хорошо взвернулась. Все, полицаи, полицаи, даже ничего не заметили. Черт, здесь тачка поцарапанная будет. Зарплату понизят. Ладно, я поработал дальнобойщиком достаточно долго, и это было жестко. Ну, хорошо, мы доставили машину. Теперь можно пойти к Бёрку, спросить, как с Бёркой. Что тебе еще надо от меня, сукин-то сын? Еще десять машин тебе проиграть. Креп, надоело. Но я буду выполнять эти задания, это нужно сделать. Я порву задницу, но выполни. А что легавые ожидали, если они вот так будут бросать все машины без весмота? Сам бог велел тачку-то прибирать. Нам нужны не абы какие, теперь дело пойдет только вне дорожки. На крайне города их много. Может выйти, за что возникнут проблемы. Решаю в своем стиле, гони бестикам, что-то эти внедорожники. Лан-та, хорошо, где внедорожки? Я накрою городом, господи. Понимаете, в какую заняться три? О, господи, понимаете, сейчас куда мы поедем за внедорожник? Давайте я съезжу с вами за одним из внедорожников? Ну, городовик южной мафии, это не будем. Давайте я с вами съезжу. Ребят, я хочу, чтобы просто вы поняли, насколько это... Ну, как бы я понял, что это, наверное, выглядит, кажется, что нормально. Я сейчас вам покажу, насколько это... Больно каждый раз ездить за внедорожником. 3 500, понимаете? Туда-обратно гонять 7 километров, это мне очень приятно. Так, возьмем самую быструю, как всегда, машину, а сейчас вам покажу, как это выглядит. Такое! На самом деле, мне весело, потому что я включаю видосы, ютуба, в процессе езды. Я очень просто хочу все это выполнить, чтобы получить отметку, чтобы получить достижение. Нет, на самом деле, все задания убиты были самые веселые, там хоть люди ее убивают. А здесь просто автостимулятор какой-то, поэтому так и вложился в прокачку тачки, ребят. Поэтому я экономил деньги, не на оружие, а на... То, чтобы тачку прокачать. Вот в этом был весь смысл, а вы как думали? Все, поехали, сейчас убить. Сейчас надо медленно-медленно разгоняемся через трясину. У меня под домом, по дому моего отца, вот такое вот было, пока это не... Через 15 лет засыпали, 20, там 20 лет стояла вот такая трясина, как то, что мы... То, через что мы сейчас ехали, а потом это засыпали. Причем вначале просто землей сделал, у нее еще больше, а потом, наконец-то, додумались проложить асфальт. Теперь там даже скучно, понимаете? А город оккультурили, блин, теперь там асфальтировано все. Макдональдс есть, хоть, блин, если голодной ночью есть, куда зайти. А то бывает такое, блин, приехал ночью, еды нет. Идешь в Макдак хоть. Хоть какое-то развлечение, понимаете? Поход в Макдак, а у тебя температура 39-12 часов ночи, это очень весело. Я именно так развлекался в прошлой зимой. Этой зимой, я не знаю, как будем развлекаться. Но этой зимой, наверное, мы в Перескока, короче, будем стримить, как я... Давайте, короче, вот я придумал все, челлендж на Новый год. Или типа того, там, предновогодний какой-нибудь. Постой, постой, тут машина, что ли, есть? Постойте, почему я еду в жопу мира, как-то рядом? Рядом есть машина, посмотрите. Может, все не так плохо? Может, там не обязательно не хотят идти куда-то, в общем-очень-очень далеко? На самом деле, я зря, я зря жаловался. В общем, челлендж, я его придумал, ребят. Такая зелененькая, ирландская. Ну-ка, давай. Хотя даже никто не палит, что я ее ворую. Потому что... Это выглядит абсолютно алтентично. И там рядом еще стоял Нилочку, да, я тебе пригоню, наверное. Ну, я спокойно. Спокойно, я здесь, так. Че, спрю. Постойте, а вытянет, вытянет подъем? У-у-у. Нет, ну, ей нормально, ей дает спай. Она, конечно, не разгоняется, в принципе, особо. Понимаете, машина, которая может такое вытянуть, дорогого стоит. В общем, челлендж, ребят, выйти в футболки. Дойти в футболки до Макдональдс и в домашних штанах. Минут 20 по 30 градусам морозу. Мне кажется, это был бы интересный челлендж. Потом был бы челлендж вырисоваться от пневмонии, но это уже было бы неважно. Мне кажется, это был бы прикольный челлендж. Меня бы убили потом из-за границей, наверное. То, что я нещадный. Ну, а это челлендж такой, знаете, хороший. Я бы... Я даже не знаю, вот за что такой челлендж можно выполнять эту жизнь в комментариях. Сколько... Во сколько должен оцениваться подобный эксперимент над собой? Это даже не эксперимент над собой. Это просто... Это... Это можно вполне расценить как попытку самоубийства. Я уверен, что меня как Вольгин посадят в каком-нибудь сидиспансер после такого. Если я там окоченею на улице. Обязательно. Ну, или в больнице, если я скажу, что, типа, как заболел. Просто решил прогуляться по морозу. Я уверен, что меня сразу психушку... Господи! Вот меня раньше психушку отправят. Потому что я машину разнесу. Примерно так выглядит это. Так представьте, это бы 10 разов в 3 подольше. Да, я вот так вот гоняю. Потому что я хаткорный парень. Такой вот я дальнобой. Такой вот я. О, кстати, смотри. Не, не обязательно далеко гонять. Блин, они все в этом районе есть. Чуденько. Ну, теперь что, ребят? Я пригнал ему три. Зеленых Нивы. Теперь что, самосвалы будем пригонять? Так куда мне бежать? Я уже просто не знаю. У меня мозг атрофировался, пока я возил эти машины. Это было нетрудно. Нет, это было нетрудно, не долго. Ну, 5 заняло, наверное. Может, 10. Что же теперь ты мне дашь, Бёрк? Ты доволен? Я тебе машину пригнал. Ирк, ты будешь доволен, не? Этик, ты кразал то, что мне нужно для бездорожья. Ну, а теперь что-то все, мы закончили. Я тебе по-очтере сдам. Да, да, да. Нет, так нет, сам виноват. Ладно, хорошо, я понял. Это понявят, что... Ммм... 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 Могли бы дальше получать задания не серьезно. Бёрка самый худший, а больше ни один район ему не отдам. Просто я рассчитал, что это будет что-то прекрасное, интересное. Мне что-то, мне давалось задание Поговорить с Никой, но что-то он пропал Честно говоря, и вот я не знаю, что делать Теперь, я думаю, дружно забить Просто игнорировать Ладно, давайте отправимся уже на что-то интересное А то что-то я заманался со всем заданием Наркотики, погодите с большим Джимом Макароником, ну давайте, все, Джимом Макароник, так нам только тачку пригнать Что я получил с того, что делал По-моему, ничего Апгрейды какие-то, я даже не прочел, какие У меня мозг уже не спекшийся К тому моменту, поэтому я не знаю Что я получу, я не уверен Теперь нам нужно 700 метров прогнать Макароник Все, все, нормально, тут тормози Вот так машина замыслилась, давай Да, как обычно В задницу приехали, да, ребят Да, 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 да Ладно, хорошо, давайте поговорим Возьмем задание, и будем надеяться, что сопрец Приехать лишь дважды, ну по сути, вот один раз И сейчас второй А, у тебя интересно, у тебя что, декорации какие-то? Ты артист? Джим? Это ты большой, Джим? Детектив, Джим Маккорми Ладно, детектив Я слухал, у тебя проблемы с наркотрафиком Парень, у этого всего города проблема Его подольше до гас, но он закрылся где-то Как гребный таракан накачивает город своей отравой Ну, привет, дедектив Если бы я знал, он уже сидел в камере Самый большой пушер, мать его, в этом городе И никто ни черта не знает Имя Сэл Маркана иногда так действует на людей Это да Черт у Сэл Маркана Если у меня наводка в городе Скорпи Это один из поставщиков Гастона И будет встречаться с кем-то из его людей Я подобраться ближе не смогу Но твой рус Говорит, что ты умеешь влюблевать в его информацию Посмотрю, что я могу узнать У меня такое чувство, ребят, что он просто боится Он просто боится, что этот Гастон И его армия пушеров Его может пушить как следует Из-за этого он и не хочет встревать Вот у меня есть такое чувство Ладно, давайте попробуем вот это задание Первое самое Убить Как обычно Как сейчас По порядку По порядку Один дилер Второй дилер Третий дилер И все, всех поскидаем Эх По-моему, два часа, кстати Уже играю И... 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 и вот так Два часа Не знаю, важно Хорошо Давайте Объедем Нужно идти Хороший... сейчас кажется Стена Типа Не, ну дворы они нормально спроектировали Кстати, я вот Здесь ничего не скажу Дворы хорошо спроектировали Нет ощущений Что тебе хочется свалить Нормальный Нейборфурт Тут Что-то они, по-моему, все слиняли Чувак, зря ты это Зря, зря, зря ты Зря ты затеял Получится понежнее, но... Ой, денежек, смотри Получилось в итоге довольно жестко и грубо Так, хорошо, где следующий пункт? Вот он Цель всей моей жизни допросить тех парней Блин, я боюсь, что я убью его Блин, я боюсь, что я убью его Никто меня не убьет, пока я его допрашиваю Я тебе говорю Все, работай на меня, ублюдина Нет, кого-то вызвали, что неприятно Это называется Extreme Tactics Все, давай Стелс не удался, но я и не планировал Мне кажется, я в основном просто аптечки сливаю Ладно, побежали отсюда Смотри, тут оружейный шкаф На самом деле процесс очень даже созерцательный, честно говоря, когда я угонял эти машины То есть, в принципе, если ты особо не напрягаешься и не забиваешь себе голову мыслями Угоняешь машины, тебе хорошо Занимаешься тем, чем занимался На самом деле в ГТА ты не угоняешь машину практически Я не помню, когда там в последний раз Угон машины-то был в ГТА Там комиссии по угону машин-то есть Самые надоедливые и назойливые Здесь-то хоть это весело Кажется, как угонишь машину, так и боржешься Угу Вот там какие-то взрывоопасные материалы, я подумал, что самое главное Блядь, тут даже мусорка подписана, нью бордо, прикольно Я не могу, не знаю, как это называют По крайней мере, в моей стране это так называют внимание к деталям Может ваши это называют Чувак, тебе обрюки стрёмные, я тебе просто хотел намекнуть Именно из-за этого я тебе стрелял, но нет никакой другой причины Господи, ай, ай, ай Стрелять позвучился, а машин так долго бойдешь, что забыл, как в этой игре стрелять Я забыл тонкости стрельбы Блин, там про энергетики говорят, типа Мой любимый напиток, напиток держит во мне движение Мой любимый энергетик, а для Арен Раш, который уже стоит 100 с чем рублей, но он вкусный Энергетика это вообще дико вкусная штука, пусть и вредная Так, сейчас сделаем, сейчас пошумим немножко Отлично Он аж 10 тысяч стоил Да там реально такая мафия, блин, с Томми Ганами Как классическое оружие мафии это же Томми Ган, потому что из него можно выпустить кучу пуль И при этом особо не заморачиваться с тем, куда они летят То есть просто... В этом был прикол мафии, все хотели попасть в мафию, потому что они смогут просто безбожно расстреливать людей Пустой, это не то что ли? Не то, в смысле, блин, а тут какие-то взрывоопасные материалы, но я не знаю как к ним пройти Значит, где-то тут проход должен быть А, вон они где Вот, смотри-ка Что-то они не... А где взрывоопасные? Ладно Надо было сразу просто не тратить патроны, а просто выстрелить по этой штуке Я такой, вы знаете, по-простому не умею Только по-сложному У нас все наши машины впередут в том состоянии А, что-то, у меня же нет машины, я решил пешком ходить Типа, полезно для здоровья Как мне нравится ночью слышать эти шаги, они такие атмосферные В принципе, вот в этот момент уже, наверное, уйти даже было можно Посмотрите Блин, да вот там вас двое, надо подождать пока вы разойдете и я вас убью Да господи, че-то... Да господи, че-то... Как всегда эти... Господи, я еще гражданского пришил Так, хорошо, давайте... Не-не-не, не иди там труп Слушай, куклу воду Слушай, как тогда это не... Несколько и шуток Я не думаю, что мы будем умирать скоро Слушай, куклу воду Слушай, куклу воду Слушай, куклу воду Господи, ляг сюда Хотя уж потихо Модная кепочка Ребят, спасибо Такая летачка Господи Меня что, раздавили машины? Меня раздавили машины Что же, Ред, я воскрес И у меня есть деньги Сейчас мы просто Убьем вот этого говнецова И все, считай, задание выполнено Но, ребята, я не я Если не украду еще и деньги Еще вот этого надо завалить Вы же понимаете, что так просто нельзя Нужно как следует Мне же нравится эти маленькие отряды из двух человек Это так весело мочить Взял, забежал, замочил, выбежал При этом профит Там парни за углом, ребята Сейчас, я думаю, кто-то из них захочет Пойти отлить И тут Придет напасть под названием Линконе Чувак Вот зря, зря, зря ты так Вот зря, зря ты сейчас Не хочешь сотрудничать Понимаешь? Поплачь, надо Модный поплачь в очках Давай Коллекторы босса отправились собирать бабки На себя твой свой улов в какое-то безопасное место Блин, ой, господин Он успел упустить подмогу Может, я отрублю их? Не, бесполезно Ладно, надо Просрем ее так и будет Не хочу, что-то коф Мне не нравится Так, все Поговорить с Большим Джимом Мы можем это сделать А можем пойти Поговорить с Гарольдом Колли Который у нас любит Пойдем Я без машины тут бегаю Потому что пока заведешь Пока сядешь Долго Все, хочется Как вы знаете Перейти к делу Поэтому я бегаю пешком Чтобы сразу Переходить к делу Я помню, как раньше Когда Большдокс играл Я говорю, блин, возьми машину Чувак Я только зачем Тут не короткое расстояние Тут машину будешь заводить Толчка Дойдешь пешком Хол Это понятно Ты еще публикуешь эту свою газету Больше крови выжти рожи Если что там всего Что ты вытворяешь Господи Это я Печатать не успеваю Тебе что ему для меня Шлюхи Если он уже такие шлюхи По французской квартале Ты идешь к красавчику Гарри Рабишу Этот человек специально подобрал Нет Я вижу, что он всех своих Сознаваем друзей Лу отправляет на лимфом Гарри Хочу потравиться Гарри Тот только тюменуш У него все сквачь Ну и шлюхи Все очень порно И вообще любой капец Даже самый извращенный За твои деньги Обычно самый простой Начал срез Самые толстые кожельки Сразу Гарри Скали Так я вижу Заголовки Сливки Обществу Ньюбардова Канады Завершены Сексуальным Скандалем Или может даже так Черное извращенное Сердце города Позже Что-то славит Эти Гарри Привобили Шишек Которые Туда Посмотрим Я чувствую Что Да Мы вполне Могли С вами Очень много Мест посетить Но 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 Так и не Посетили Ладно Ребят Увидимся В следующей серии Всем спасибо За просмотр До скорой До скорой